МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Вечер понедельника, а значит, на главном телеканале Якутии еженедельная информационно-аналитическая авторская программа «Считаю важным». Программа, в которой мы опровергаем пословицу «Утро вечера мудренее». 9 марта исполнился год с того дня, как Егор Борисов подписал указ о создании Министерства по развитию институтов гражданского общества. Так, стоп, не переключайтесь, потому что иначе вы не узнаете много интересного, поскольку Министерство – это не функция, а люди. И люди эти заняты общественными, то есть нашими с вами делами и вопросами. А вы наверняка уже думали, что, да и, может быть, думаете и до сих пор, чем же занимается Министерство. Вот об этом сейчас и поговорим. Как всегда, эпиграф в программе. Сегодня он из словаря иностранных слов. Слово «цивилизация» происходит от латинского слова «цивилис», что значит «гражданский». Вот подумать только, мы говорим о цивилизованном обществе и сами себя к нему относим и причисляем. Цивилизованное общество – это прежде всего значит гражданское общество. А сейчас слово моему коллеге Дмитрию Аргунову. Еще до зарождения, скажем, ведомства как такового был положительный опыт работы и не удивился абсолютно, когда нас, имея в виду НВК САХ, во временном режиме, как оказалось, сделали подведомственным учреждением данного министерства. Ну, могу сказать, что там работает масса знакомых, начиная с коллег бывших, там, земляков и так далее, и так далее. И слова, которых хотелось бы сегодня произнести в адрес министерства, только самые положительные успехов, дальнейших успехов. Я знаю, что потенциал в деле, у нас же народ какой, говорят, северяне такие нервные, замерзшие и так далее. То есть, хороший пинок в хорошем смысле этого слова никогда не помешает. То есть, доброе слово плюс хороший пинок, или это может быть отеческое наставление, как угодно. То есть, дополнительное просто, приложение дополнительного усилия в нужном направлении, он никогда не помешает. И чтобы потенциал вот нашего зарождающегося гражданского общества, он раскрылся в большей степени. Ну, вот опять же, гражданское общество, цивилизованное общество, к которому мы так или иначе себя стараемся относить всегда. Сардан Михайловна, министр по развитию институтов гражданского общества. Естественно, мы с вами начнем нашу беседу. Сардан Михайловна, так вот, когда вы узнали о своем назначении министром? Ну, что это было для вас, да? Ведь Госкомьюстиция, которую вы возглавляли до этого, да, Государственный комитет, все-таки это не одно и то же? Или есть точки соприкосновения? Спасибо за вопрос. Ну, всем добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемые участники. Вот такого будет очень интересного разговора, который вы анонсировали, и благодаря Диме Аргунову вызвали тоже такой очень живой интерес. Вообще, надо сказать, почему создаются те или иные министерства и упраздняются. С чем это связано? На современном этапе мы полагаем следующее. Во-первых, процессы общественные усложняются. Больше общественности вовлекаются в управление республикой. Происходит укропнение определенной централизации. Если вспомнить историю, например, вот в сфере сельского хозяйства, в свое время колхозы укропняли совхозы. И то же самое, если некую такую аллегорию применить с точки зрения, скажем так, функционала и с точки зрения вот самих подходов, то, например, 4 органа исполнительной власти, которые работали, было 18 человек, 12, 10, 8. Это же ведь, ну, мы сами понимаем, насколько 50 человек, да, вот такая одна большая сила, как орган исполнительной власти министерства. Или 12, или 8 человек. Это совершенно другой потенциал, совершенно другие возможности. Это возможность системным образом, скажем так, заниматься теми задачами, которые были поставлены, например, в нашем положении. Поэтому вот когда мы понимали, когда приступали к работе и понимали, каким образом мы должны эту работу выстроить, мы, во-первых, чувствовали настроение людей. Это исходило из чего? Что на самом деле, конечно, все больше и больше становится активных людей. И больше становится предложений. Кому они пойдут с этими предложениями? Да, есть органы исполнительной власти, которые занимаются, допустим, каждый профессионально в своей сфере, министерство образования, министерство транспорта, министерство культуры, которые так или иначе взаимодействуют. Но речь идет о создании системы. Вот, Сардан Михайлович, давайте продолжим разговор. Миктор Дмитрий обозначил важность команды, с которой вы работаете, да, и которая вообще работает в министерстве. А я вот о чем хотел вас спросить. Какой стиль общения принят у вас в министерстве между вами и, опять же, вот вашей командой? Потому что, ну, смотрите, общение и общество, однокоренные слова, собственно говоря, они как сообщающиеся сосуды, на самом деле, да? Может быть, даже от общения, от стиля общения, принятого в вашем ведомстве, в вашем министерстве, зависит общественное самочувствие. Ну, это, наверное, могут сказать и общественники, могут сказать и наши коллеги. Мы спросим. О стиле общения. На самом деле, конечно, у нас внедрен командный стиль работы. Потому что один... Командный, командирский или командный? Да, командный. Командный стиль работы, значит, вы правильно подчеркиваете. Да, да, да. Поскольку один поле не воин и Тарас. Конечно, с точки зрения, скажем так, общения с институтами гражданского общества, мы понимаем о том, что должны быть партнерские отношения. Это то, о чем говорим мы, взаимодействие власти, бизнеса и общества. Поэтому, ведь смотрите, да, с правовой точки зрения, вот, допустим, тоже гражданское общество является неотъемлемым элементом правового государства. Об этом у нас прямо сказано в Конституции. Поэтому, когда мы работали в Государственном комитете юстиции, мы очень активно работали с общественниками. Это откуда вытекает? Во-первых, мы встречались с Тельбе на слегах улусах нашей республики. Практически с 2012 года мы поработали более 220 поселениях нашей республики. Это во-первых. Во-вторых, мы широчайшим образом, вот, по инициативе Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России», значит, была проведена работа по разработке проекта закона об ответственном родительстве. И все улусы, районы также подключились к подготовке этого законопроекта. Откуда мы это видим? Поступило более 400 замечаний и предложений к тексту. То есть общественность высказалась. Мы сейчас об этом поподробнее остановимся с Прасковой Петровной. Стиль вы ответили на самом деле, да? Да. Хорошо, давайте, прежде чем я перейду к другим гостям, вот еще что, Сардан Михайловна. Очень много направлений деятельности в министерстве. Давайте рэперно хотя бы обозначим, по каким направлениям ведется работа. Ну, одно направление вы уже затронули, это взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими организациями. Огромное направление, которое у нас идет, это реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Республики Саха-Якутия. И, безусловно, это поддержка коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, мы обеспечиваем деятельность Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних. То есть это целенаправленная координированная работа по профилактике правонарушения в отношении совершеннолетних и совершаемых самими несовершеннолетними. И, кроме того, координируем две государственные важнейшие программы, которые направлены на профилактику правонарушений и на борьбу с наркоманией. Угу. Понятно. Ну, это еще не все, в общем, даже этот список можно продолжать и продолжать. Как вы сказали, да, по-крупному, да, мы сказали так. Всего 13 задач и более 80 полномочий. Нормально. Просковья Петровна, вы посмотрите, какой у нас кворум сегодня, на самом деле, замечательный министр и пять председателей. Каждый из вас председатель комитета, да. Просковья Петровна, давайте вот с вами продолжим разговор. Во-первых, я поздравляю вас с переизбранием на второй срок. Спасибо. Руководителем Якутского отделения «Матери России». Может быть, вы выделите какой-либо из ваших прошлогодних проектов, ну, потому что министерство было образовано в прошлом году, и расскажите, как вы взаимодействуете и с министерством, и вообще с органами власти республики. Ну, в республике Саха-Якутия созданы все условия для деятельности наших общественных организаций. Их очень много у нас в республике по различным направлениям, в том числе по семейной политике, по вопросам содействия демографической политики, по вопросам семьи, женщин и детства. И, конечно, от нашей организации, которая занимается тоже вопросами повышения роли матери в нашем обществе по работе с детьми и семьей, очень много вот таких методических рекомендаций мы получаем от нашего торгового министерства общественного, вот Института общественного развития. И, конечно, мы в прошлом году, в 16-м году, был принят закон об ответственном родительстве. Да, и этот закон, благодаря именно вот до образования этого министерства, было в Министерстве, то есть Госкомитет юстиции. И буквально этот законопроект у нас был, как отметила Сагданна Михайловна, во всех улусах был он на площадках, родительских обсужден. То есть сначала вы инициировали этот закон, и примерно одновременно было создано министерство, а потом же обсуждение шло очень долго. Нет, Госкомитет юстиции тогда был, который был этим комитетом разработан этот законопроект, и потом он обсуждался вот по всем нашим улусам, на всех родительских площадках. И он был, конечно, вот как я сказала, как сказала Сагданна Михайловна, таким народным. Народное обсуждение прошло. И мы в этом году, в 17-м году, наше министерство помогло нам учреждению еще второго праздника в республике, это дня сына. У меня будет отдельный вопрос, поэтому мы к нему обязательно перелим. Владимир, знаете, что бы я хотела сказать, вот поддерживая слова, сказанные про Скорпетру Петровну, о том, что насколько сегодня общественность нуждается юридической поддержки. Очень нуждается, да. Да, вот то, о чем говорит президент Российской Федерации, глава республики, потому что это идет снизу. Правовое просвещение, правовая грамотность, тот документ, который у нас системно, постоянно работает в республике, концепция повышения правовой культуры населения. Это то, чем мы занимаемся. Мы уже организовали, провели два съезда юристов, и сегодня, знаете, вот начиная от того, что как ребенка устроить детский сад, записать в очередь в школу, опять же, значит... Масса вещей, с которыми сталкивается любой человек. Это все требует на сегодня знания законодательства. Поэтому в этом смысле, конечно, мы сегодня понимаем, насколько есть вот эта востребованность также юридической регистрации социально ориентированных некоммерческих организаций. Методическая помощь. Это тоже требуется разъяснить и объяснить, как действует тот или иной федеральный закон. Разъясняете и объясняете? Да. Разъясняем и объясняем. В 11 улусах, где были проведены семинары с помощью нашей организации «Материя России», мы дали таки правовую помощь, да, именно вот посредством работников Министерства Минобщества. И, конечно, мы за это очень благодарны Сарданне Михайловне, потому что наши женщины получили такую хорошую, ну, юридическую помощь по их интересующим вопросам. Понятно. Сарглана Александровна. Международная общественная молодежная организация сетевого взаимодействия, но занимается экопросвещением. Да, правильно. Да. А чем конкретно, вот, год экологии, все очень важно на самом деле. Чем конкретно занимаетесь? Добрый вечер. Ну, вначале разрешите мне всех присутствующих и всех зрителей поздравить с Годом экологии в Российской Федерации. Для нашей организации это особенный год, потому что, я повторюсь, основное приоритетное направление работы нашей организации – это экопросвещение. Вот сегодня мы говорим о нашем министерстве по развитию институтов гражданского общества. Вот уже, начиная с департамента, когда у нас ранее было, и вот ныне у нас министерство, мы в партнерских взаимоотношениях работаем уже четвертый год. И считаю, что нужно отметить то, что не всегда, конечно, субсидируются проекты. Есть очень много проектов, которые действительно мы, проекты, над которыми мы работаем с помощью наших социальных партнеров. И хотелось бы отметить ту практическую помощь нашего министерства. Это напрямую выездная помощь в проведении мероприятий, да, а также семинары, форумы. Вот. И в связи с Годом экологии мы три года назад начали проект научного исследования бассейна реки Амга. Вот нынче уже как четверть века прошло, и нынче у нас вот завершающий этап. Планируем верховье реки Амги. Вот. И с помощью поддержки нашего министерства проделана такая глобальная большая работа. И, конечно же, при поддержке Министерства охраны природы и Академии наук Республики Сахая-Кутия. И, конечно, есть очень много ряд таких проектов. И сегодня, вот, пользуясь случаем от имени Межелудской общественной организации, искренне выразить слова благодарности чисто человеческие, потому что действительно у нас, в нашем министерстве, всегда двери открыты. С нами работают наши кураторы. Мы можем в любое время прийти туда, вот, как себе, вот, домой. Спасибо за поздравление. Все они вам сегодня адресованы. Спасибо за имя. И еще одно поздравление сейчас появится на экране. Вас поздравляет Евдокия Евсикова, зам главы города Якутска по социальным вопросам. Давайте послушаем. Совсем недавно, на последней сессии Государственного собрания ЛТУМЭН, было принято решение о выделении комиссии по делам несовершеннолетних городского округа города Якутск двух дополнительных штатных единиц сотрудников комиссии. У нас в городе более 80 тысяч несовершеннолетних, и до сегодняшнего дня работало в комиссии всего три человека. Вот, комиссия по делам несовершеннолетних. То есть это основная координирующая роль по профилактике правонарушений. Что можно пожелать? Очень много интересных, молодых, креативных, скажем так, молодых людей работает в этом министерстве. И мне, конечно, хочется пожелать, чтобы у них было очень много партнеров, очень много друзей, очень много соратников, единомышленников. Они ведь очень много работают с общественными организациями, это очень важно. Они закрывают колоссальный пласт работы для нашей республики. И хочется пожелать, наверное, творческих успехов, дальше развития креативности, терпения, потому что работать порой непросто на этом направлении работы. Ну и просто удачи. Просто удачи никому вообще еще в жизни не мешало. Вот поздравления такие звучат сегодня. Спасибо, Дмитрий Иванович. Ну, вы уже сказали, на самом деле, что работа с подростками – это отдельная тема, вы упоминали о ней. С подростками трудно работать? Их надо любить, тогда приходит понимание. Вот для общественников, наверное, это основной такой смысл. Когда уважаешь и любишь людей, и стараешься их понять, то и открывается и душа ребенка. На самом деле, конечно, мы видим, насколько социальное и семейное неблагополучие приводит к тому, что дети просто не предоставлены сами себе. Поэтому в последние годы много общественность поднимает вопросы родительской ответственности. Когда родители самоустраняются и считают, что их детьми должна заниматься только школа. Сейчас мы про это поговорим. Вот как раз Геннадий Иванович с вами обязаны, потому что время на исходе. Как вы здесь не занимаетесь? Ну, по моему мнению, детское движение – это первоначальная ступень формирования гражданского общества. И сегодня я очень рад, что государством, вообще республикой, уделяется большое внимание для развития личности ребенка. Каким он должен быть и каким он должен быть полезен нашему обществу. И, конечно же, в нашей республике развивается детское движение под эгидой главы республики Сахай-Якутия. Мы сегодня объединяем свыше 79 тысяч детей. Если вот посмотреть общее пространство детей, то мы охватываем сегодня более 60% детей от 8 до 18 детей. Вот я хотел спросить, с какого возраста? Да. А чем вы занимаетесь вот с ними? Ну, школа, конечно же, занимается воспитанием, но мы в основном упор делаем, чтобы они стали гражданскими активистами, чтобы было формирование личности, чтобы они с малых лет... Цивилизуйте для того, чтобы это было гражданское общество, как я говорил. Социализация и формирование такого позитивной атмосферы в селе. И уже, начиная с этого, мы должны развиваться выше и выше. Вот таким образом у нас работа ведется. Игорь Иванович, исчерпывающе. Спасибо вам большое. Мы уходим на рекламу, к сожалению, вернемся через пару минут. Две минуты пролетело незаметно, мы продолжаем наш разговор. У нас, кстати, ротация в студии произошла у участников, но по ходу действия я представлю наших вновь прибывших гостей. Геннадий Иванович, продолжим. Вы закончите мысль. Я хочу сказать, что наше детское общественное объединение относится тоже к ведению Министерства по разведению институтов гражданского общества. И мы сегодня получаем ощутимую поддержку не только финансовую, но и в человеческом понимании. Они сегодня очень хорошо идут навстречу и поддерживают наши инициативы. А что такое в человеческом понимании? Вот объясните мне. Мы, как общественники, много ходим по кабинетам, скажем, ищем поддержку. А в Министерстве общества мы всегда чувствуем очень комфортно. Они как люди, как старшие коллеги по цеху, скажем, да, они нас поддерживают, слышат и вникают в наши вопросы. Это для нас самое главное. И хотел бы вот одну грань отметить, что Минобщество сегодня создает единую платформу для развития гражданских инициатив. То есть грань не пересекается. То есть они не вмешиваются в нашу внутреннюю политику, а они сегодня создают условия, чтобы мы сами определили, какой курс развития. И вот это вот самое главное. И вот это вот гармонично развивается политика в этом отношении. Владимир, к примеру мы обратились в единое детское движение, в Министерство молодежи, семейной политики, чтобы вот по опыту прошлых лет, те дети, которые стоят на учете, все-таки они были как-то втянуты в общественную работу, те, которые стоят на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Поэтому как раз вот последняя была поездка в Хангаласский район, да, Евгений Иванович, вот вместе отработали. Будем развивать проект, когда дети, которые не очень в ладах с законом, могли видеть хороших ребят, хорошие примеры и следовать им. Татьяна Васильевна, чувствуете ли вы, что коренным малочисленным народам Севера и Арктики выделяется вообще особое внимание в республике? Добрый вечер. Спасибо за интересный вопрос. Вот как раз я хочу поздравить уважаемого Сардану Михайловну, что буквально на днях очень успешно провели второй съезд родовых общин некоммерческих республики Саха-Якутия. И все делегаты, привывшие со всех северно-арктических улусов, уехали с огромным желанием работать дальше. И, конечно, с целями и задачами. И далее у нас продолжается, сейчас мы идем, готовимся уже по работе с оленеводами. У нас будет сейчас на днях, буквально 15-16-го, это республиканские и региональные мероприятия, посвященные нашим оленеводам. Что касается малочисленных народов Севера, вы знаете, что и в советское время, и наше новое российское государство, а в первую очередь республика Саха-Якутия, огромную работу ведет. Это в чем заключается? Во-первых, это принято очень много законов, защищающих интересность народов Севера. Это более 20. Я ведь по своей общественной работе, как руководитель Межрегионального центра содействия коренным народам Север-Севердальнего Востока Российской Федерации, я побывала только в прошлом году в 12 регионах Российской Федерации. И там я сравнивала законодательство. Именно, как скажем, по всей России наша республика идет впереди всех планет. Потому что законы по отношению к малочисленным народам Севера, действительно, они очень глобальные. И благодаря правительству, нашим руководителям. Именно благодаря правовая база основа. Если мы эту правовую базу, правильное право применения, знаете, как юриста, будем правильно применять, и к нему будет финансовое подтверждение, то нам, конечно, будет хорошо. Что касается моей общественной организации, общественной женской организации коренных малочисленных народов Севера и Арктик Республики Сахаев Путия Северянка, мы в тесном контакте работаем нашим министерством. Мы уже выиграли в этом году грант по изданию нашей уникальной книги «Северянка» о пяти малочисленных народов женщинах. О юкагирах, долганах, чукчах. И о всех я назвала, да, долганах, чукчах и русских сорожилах. Эта книга будет уникальная, историческая, в котором любой широкий читатель найдет информацию о малочисленных народах Севера. Татьяна Васильевна, будем ждать. Да, да, но это нынче выйдет. Хорошо. Сардана Михайловна, Дом дружбы народов для вас, наверное, родная площадка, скажу, это правильно будет, да? Да, абсолютно верно. Поздравление от директора Дома дружбы народов имени Кулаковского Яны Игнатьевой. Конечно, очень много задач и много очень самомероприятий мы проводим. И нужна нам поддержка и финансовая сторона, и моральная сторона, чтобы в нашей республике развивались многие творческие коллективы на благо нашей республики. От имени творческого коллектива Дома дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского мы желаем всем работникам Министерства по развитию институтов гражданского общества плодотворные работы и, конечно, очень много насущных задач, с которым они, значит, сегодня и работают, и в будущем, чтобы они относились, да, ну, в общем, к народному творчеству и самым нашим, это самое национально-культурным объединением, ну, с творческой инициативой. Ну, вот так, очень приятно. Раскова Петровна, вот вы заговорили как раз о том, что движение Матери России выступило с инициативой учредить День Сына. Напомните, второе воскресенье апреля? Второе воскресенье апреля в этом году будет 9 апреля. Так, и вот в связи с чем вы это вспомнили, собственно говоря, да, министерство? Ну, у нас в республике есть вот праздники День Матери, мы дважды отмечаем, День Отца в начале, вот, первое воскресенье апреля. Есть праздник День Девочек тоже, который был инициирован нами. И, конечно, мы не можем оставить сыновей без праздника тоже. В стороне? Да, в республике. Ну, да, да, да. И в целях вот патриотического воспитания наших сыновей, в целях воспитания наших сыновей настоящими мужчинами, как будущих мужей, как будущих отцов, мы выступили с инициативой об учреждении Дня Сына в республике Саха-Якутия, и в чем нам вот наше родное министерство очень тоже помогло. Помогло? Да, мы его обсуждали, этот вопрос во всех УЛУСах, и протоколы были представлены в наше министерство, что вот этот вопрос был тоже обсужден, да, тоже народно, во всех УЛУСах, и был поддержан. И вот эта инициатива, она получила очень большую поддержку. И воодушевление среди населения, потому что сыновья, это наше тоже будущее, и мы без них тоже никак не можем, чтобы развивалась наша, в целом наша семья. Ну вот, Валерий Алексеевич, вот к вашей теме подошли. Вот прозвучало это слово «патриотизм» и «воспитание», и «дети», в смысле «сыновья». Это ваши прямые, наверное, да? Сегодня у нас диалог идет, у нас тема такая, общество и власть. И как раз в этой теме входит, вот у нас сегодня разные люди и разные направленности общественной организации. Безусловно. Мое мнение глубокое, что министерство это должно создавать условия и механизмы, чтобы эти организации работали, ну как с наибольшей полезной, давали эффективностью. И самое главное, чтобы люди, люди вообще, где бы, в какой бы они организации общественной не состояли, они понимали, что они сопричастны к управлению государством. И это громко сказано, но это и действительно так. Примеры, да, примеры, пожалуйста. Что такое управление государством? Это начинается с дворовой территории. Вот сейчас у Массово-народного фронта, который я представляю, большой проект это создать благоприятную городскую среду. И в этом главным, главным, не чиновник будет, главным это как раз общественное собрание общества, ну жители, просто скажем, дворовые, жители двора, собираются, принимают протоколы в решении. И у нас вот есть же общественное слушание, но сейчас формат общественных слушаний, он не позволяет, то есть люди собрались, поговорили, а чиновник говорит, ну я подумаю и учту ваши предложения. Нет, так уже не будет. Сейчас указан президент, сказано, что сейчас благоустройство дворов, это инициативы не должны не учитывать, а исполнять пожелания этих жильцов. То есть это касается и детских площадок, и любых проектов дворовых благоустройства. Это вот как пример. Что такое патриотизм? Я вам тоже хочу пример привести. Когда на одной речке, уже не помню название в прошлом году, вышли же и мал, и велик защищать от того, что загрязнение этой речки там какой-то, ну не будем тоже называть. Это уже гражданское общество. Да, но и на них попытались возбудить уголовное дело. И мы стали на защиту, Народный фронт объяснил, что это и есть патриотизм. Люди защищают свою реку, свою среду обитания. Это и есть Родина. Когда подросток затрудняется, а это говорит как раз, что патриотизм, это сложная тема, затрудняется сказать, что такое Родина. Вот она Родина, его речка, его семья, его друзья. Его поселок. Да, его девушка, если это молодой человек, и так далее, и так далее. Это он будет защищать, если понадобится. Поэтому патриотизмское воспитание очень важная тема. И президент Владимир Владимирович Путин говорит, что патриотизму надо уделять очень серьезное внимание. И я думаю, что и этим будет заниматься министерство. Мы будем помогать. И вот это, еще скажу, что по участию людей в жизни, вообще управлением государства, мы все должны сделать для того, чтобы действительно это были не пустые слова. Чтобы человек мог добиваться. Пример, пожалуйста. Я люблю примеры проводить, конкретные. Многодетным седям выдали участки необеспеченной инфраструктуры. Люди организовались там по WhatsApp, пришли там. Я говорю, не надо, митингом ничего не добьешься. Надо конструктивно и грамотно подойти к вопросу. Провели, да, долгий-то путь. Это непростой путь, совещание, где-то какие-то документы надо писать. Но мы пришли к тому, что и мэр города, и Егор Афанасьевич сели на совещание. И Егор Афанасьевич понял, что это проблема. Надо найти деньги, хоть и кризис. Но нашли деньги, и в ближайшие три года 10 тысяч участков получат инфраструктуру. Вот это вот. А пошло откуда? Снизу. Вот это важный момент. Я хотела дополнить как раз поддержку слов лидера общенародного движения, фронта. О том, что на самом деле в республике этот опыт уже идет 20 лет. А какой это опыт? Недавно прошли во всех муниципальных районах, и сейчас идет отчет в городском округе, город Якутск, исполнительных органов государственной власти за предыдущий год работы. И там же как раз каждый человек вносит предложение. Оно касается жизнедеятельности по любым вопросам. Это может быть и Тельбе, от муниципального самого наслега, района, республики, Российской Федерации, полномочий федеральных органов власти. И составляется мы вот в 90-х годах была практика, когда правительство республики Саха-Якутия принимало постановление. И был установлен очень такой скрупулезный контроль. С учетом полномочий заключается соглашение. Ведь мы когда с населением встречаемся, я вот возглавляла в этом году отчет в Намском районе. Мы во всех 19 поселениях, к примеру, и также коллеги, другие члены правительства республики, руководство правительства республики тоже отчитывались перед населением. И поступает конкретный вопрос. Это все протоколируется. И причем население ведь отмечает, сегодня тоже наши жители смотрят этот прямой эфир и могут тоже подтвердить мои слова. Говорят о том, что власть нас слышит. И вот мы вносили такое предложение, и этот вопрос решен. Может быть не сразу. Действительно, не так у нас все просто. Но вместе с тем, с учетом, насколько возможности есть бюджета, насколько есть общественные инициативы, это слышится. И более того еще, опыт-то ведь положительной республики, он был рассмотрен на уровне федеральных органов власти в администрации президента России. И он рекомендован для того, чтобы все другие субъекты также выходили прямо в население, общались и не боялись вести прямой диалог. Да. Это очень важно. Значит, вот вы... Общественные организации все-таки ближе к народу. И они видят проблемы, которые есть вообще в нашем обществе. И мы должны вот эти проблемы довести до наших органов государственной власти, чтобы как-то их решить. Вот в этом нашего как-то... Вот по поводу близости к обществу, к народу. Ну, народ такое слово, я в общем как-то его так... Ну, мы же представляем интерес каких-то слоев поселений. Мне кажется, что немножко вектор надо бы расширить со стороны проведения форумов и раздачи грантов в более широкую плоскость. Как мне кажется, у нас недостаточно четко налажена работа с общественными организациями, которые могут быть даже не оформлены никак, с общественными объединениями и так далее. Ведь когда возникает любая какая-то резонансная ситуация, необходимо, чтобы кто-то от лица власти оперативно реагировал. Мне кажется, что как раз Министерство гражданского развития должно отслеживать такие явления и тут же реагировать. К сожалению, сегодня мы этого не видим. Последнее, что запомнилось в связи с обществом, это было что-то связанное с проведением парада меньшинства в городе Ягодске. Ну, не самая, наверное, злободневная тема, тогда как мы имеем более резонансные вещи вроде экологических проблем, планов по переработке определенных месторождений и так далее. То, что действительно волнует якутян. Есть проблемы в органах внутренних дел, например, еще что-то, что требует также тщательного вмешательства, проверки общественной. Потом, в качестве пожелания, хотелось бы, чтобы руководство Министерства чаще выходило в средства массовой информации любого формата, будь то телевидение, интернет или газета, и больше рассказывали о своей работе, а самое главное о том, как к ним, через какие каналы на них выходить, как к ним обращаться. Ну, вот и не хватает информации, то есть это может быть даже и к нам вопрос, но вот вы здесь, и как вы реагируете? Вы реагируете на резонансные события, подключаетесь ведь? Да, конечно, обязательно реагируем. Хотелось бы как раз вот и не только вот принятое решение, о чем упомянул сейчас Антон, и хотелось бы еще сказать о том, что на самом деле практика, скажем так, отказа от новогодних корпоративов в прошлом году, опять же, она не была навязана обществу. Мы с коллективом собрались, тоже проголосовали, провели у себя внутреннее изучение общественного мнения нашего внутри коллектива и приняли такое решение. И за нами последователи многие, и более 500 тысяч рублей, может, это не так много кому-то покажется, но вместе с тем это трудовые коллективы постарались, скажем так, и свои личные, и профсоюзные средства вложить. И была оказана помощь около 16 детям, которые онкобольные, с такой тяжелым недугом страдают. И, конечно, мы будем реакцию на резонансные различные какие-то моменты будем только, что называется, свою реакцию со стороны министерства расширять. И показывать ее надо. Расширять и рассказывать, показывать. Остается очень немного времени. Я только добавить хочу два слова. Антон Жандоров, супредседатель Народного фронта, оригинального отделения, супредседатель. И то, что он смелый журналист, смелый человек, мы знаем. Но я хотел сказать, что ряд резонансных вопросов, от которых приходят жалобы, Антон смело берет и доводит их до логического завершения. То есть конкретно или заводятся уголовные дела прокуратурой после проверок наших, или помощь оказывается конкретно людям. Это вот важно. Это вот тоже движение общественности, когда люди приходят и понимают, что могут получить правовую помощь, защиту. Хорошо. Надо в этой части программы мне задать вопрос Надежде Афанасьевне. Ну, собственно, вы, ваше объединение, да? И как вы соотноситесь с министерством? Так, наша ассоциация приемных семей Республики Саха-Якутия. В этом году выиграла грант «Измени одну жизнь», да? Ну, я считаю, что основной задач, одним из главных задач, наверное, скажу, да, является устройство ребенка в семью. Это приоритетное направление. И поэтому мы очень... Вообще приемные семьи, более 200 семей, очень рады тому, что мы выиграли этот грант, потому что действительно сегодня надо помогать детям, которые... детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. И семьям, которые их воспитывают, да? Более 500 детей сегодня в семьях воспитываются. И я хочу сказать о том, что они ощущают, чувствуют психолого-патетическую поддержку Минобщества, да? Это очень важно сегодня, потому что вот на сегодня, да, мы уже посетили 6 УЛУСов и проведены более 12 семинаров, тренингов, и более 12 детей ровно устроены в семье, да? Это очень большой показатель. И если бы вот нашего этого гранта не было, вот детям-детишкам, которые... Они воспитывались бы до сих пор в детских центрах. Ну, это вообще благое дело. Тут даже, по-моему, обсуждать ничего. И Минобщество, по любым вопросам, мы получаем грамотную такую вот методическую поддержку, получаем. Уже я лично прошла уже два курса повышения квалификации, да? У меня родители прошли курсы повышения квалификации, которые организованы были Министерством общества, да? И хочу сказать, что вот когда мы приходим, мы сейчас объединены, мы знаем, кто, какой общественник делает какое дело. А раньше мы этого не знали. Спасибо огромное, Надежда Афанасьевна. Время неумолимо, как и реклама, которая сейчас наступит через 2 минуты. Чукур Николаевич, начнем с вами в третьем блоге. Реклама, конечно, неотъемлемая часть нашей телевизионной жизни, но вот еще об одной неотъемлемой части я хочу вам, Чукур Николаевич, вопрос задать. Я для вас цитату приготовил. Теодор Рузвельт, 26-й американский президент, один из самых значимых президентов в истории Америки. Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, значит вырастить угрозу для общества. Понимаете? Интеллектуально воспитывая, не воспитав нравственно, это угроза для общества. Согласны? Конечно, согласен. И как вы вообще, собственно говоря, как главный редактор республиканской газеты воспитываете? Я вот, наверное, скажу, вот все-таки гражданское общество у нас в республике есть или нет? Вопрос такой задам, да? И, наверное, скажу, что вот последние два года, просто как анализируя наши публикации, да, даже на то, что как народ ходит на митинги, остаивает свои интересы, я скажу, что действительно, оказывается, два-три года назад, если не ошибаюсь, Егор Фанасьевич поднял вопрос о развитии гражданского общества, да? Что надо развивать инициативы, которые как раз идут снизу. И как раз вот в прошлом году у нас была рубрика «Добрая инициатива», мы там писали обо всем, да, как в деревнях развиваются там детские площадки, как сами строят клубы и так далее, да? И я действительно, наверное, скажу, что наша республика в этом отношении подает пример. Вот у нас же Нарис ездил, как раз вот освещал съезд КМНС, ассоциации, да? И приезжие гости, в том числе вот писатели из Алтая, говорили, что надо, оказывается, не ездить в Аляску, да, а приезжать сюда нашим федеральным чиновникам. Как все-таки дать свободу законодательной и так далее КМНС? И другой тоже Ольга Итылина. То есть, если у республика пример? Да, республика как пример подается. Ольга Итылина говорит, что раньше, если вот Хансимансийский округ был впереди всех, да, по вопросам КМНС, оказывается, у нас республика уже на первом месте. То есть, вот как сказали наш предыдущий гость, действительно наши коренные народы защищены. Поэтому я считаю, что вот то, что было заложено 2-3 года назад, потом стало вот Министерство гражданских инициатив, оно в какой-то мере все-таки помогает нашему гражданскому обществу развиваться и действительно митинги должны быть умными, как говорится, да, люди должны быть воспитательные. И мы идем в правильном направлении. Вот мое резюме такое. Дополнить можно, Владимир? Да, конечно. Конечно, мы внимательно слушаем то, что говорит общественность. И ведь их слова тоже доходят до самого высокого уровня. Поэтому президент Российской Федерации, Путин Владимир Владимирович, отметил то, что Российская Федерация будет сильным государством, с устойчивой демократией и развитым гражданским обществом. Поэтому то, что многое делается сегодня в Российской Федерации и в Республике Саха-Якутия, еще Гурав Анатольевич Борисов, глава Республики Саха-Якутия, и в 2010 году в своем послании отметил, что проявлять инициативу, работать на результат. Поэтому вот именно правильно ОНФ подчеркнул, что речь идет о создании условий и механизмов. И вот это наша задача. Вы должны воспитать гражданское общество. То есть человека гражданского. А я начал с этого. Вы подошли чуть попозже. А я говорил о том, что приводил пример, что слово цивилизация, ваше слово цивилизация произошло от слова цивилис, гражданский. И когда мы говорим о цивилизованном обществе, мы имеем в виду, это подразумеваем, так или иначе, гражданское общество. Иван Петрович, для того, чтобы перейти к нашим уважаемым гостям, присоединившимся к нам сейчас, как взаимодействуете? Ну вот вы задали очень интересный вопрос, и как раз вот здесь до этого в студии обсуждали. Это вопрос духовного воспитания. Безусловно, каждая конфессия, которая представлена здесь у нас в Республике, она занимает определенную нишу и в первую очередь взаимодействует с обществом. И духовно его воспитывает. В любой вере, какая бы там ни было, есть определенные ценности. Это любовь, это доброта, это милосердие. И каждая вера это культивирует в своей работе. И поэтому, безусловно, мы с каждой конфессией тесно взаимодействуем. Будь то представители русской православной церкви, ислама, буддизма и так далее, традиционного верования народа саха. То есть будь то какие-то мероприятия, будь то какие-то форумы, будь то работа с мигрантами, будь то противодействие экстремизму, вот в каждом этом направлении есть определенная плановая работа с министерством. Если коротко, да, чтобы дать возможность еще нашим гостям более подробно поделиться вот той информацией. Да, матушка Евгения, вот в контексте нашего сегодняшнего разговора гражданские инициативы, гражданское общество, министерство, которое не курирует, а которое способствует этому самому развитию. И в контексте, вот я хочу в продолжение Ивана Петровича сказать, я давно уже для себя сформулировал, что ненависть это забег на короткую дистанцию, а любовь на длинную. Вот что вы думаете по этому поводу? Ну, во-первых, я думаю, что это правда. Действительно, ненавистью мы можем решить проблемы только очень поверхностно. Любовью мы решаем проблемы на очень долгое время. Очень яркий пример. Вот это, в общем, в какой-то степени общая работа с министерством. Вот сейчас в этом году отмечается 220-летие со дня рождения святителя Иннокентия Вениаминова. Просвятителя Сибири и Америки. Вот очень интересно, как он вообще стал путешествовать и миссионерствовать. Когда ему первый раз предложили поехать на Иллиутские острова, он отказался, потому что семья, потому что сложно, как-то не до этого. Потом, подумав, он решил, что, во-первых, ему хочется поведать дальние страны, а во-вторых, и в главных. Он почувствовал любовь к этим людям, живущим далеко от цивилизации в тогдашнем понимании. И вот сколько всего он сделал. Всюду, куда он пребывал, он помогал перевозить священное писание на местные языки, фактически создавал грамматику языка, афавит. И, в общем-то, развитие в том числе и якутского языка – это не в последнюю очередь заслуга тех первых переводчиков, священного писания, богослужения и так далее. И уже один тот факт, что день, когда, 19 июля, когда в первый раз зазвучало богослужение на якутском языке, сами представители народа Саха попросили сделать праздничным на будущее время. Вот что делает любовь. Спасибо огромное. Тот же вопрос к вам, позвольте. Любовь, гражданское общество и ислам в данном случае. Ну, ислам уделяет очень большое внимание этому вопросу. Это нравственное воспитание человека, которое нам сегодня необходимо. В этом нравственности является половиной верой. Вот так сказал посланник силы Аллаха. То есть мы должны работать в этом направлении очень тщательно, эффективно, и чтобы был результат. То есть где мы сами, где мы ведем службы. Будь то православие, будь то ислам и другие религии. И, конечно, без любви, без взаимопонимания, без толерантности, без уважения мы, конечно, ничего не построим. Если мы хотим построить, как вы сказали, цивилизованное общество, мы должны вот это взять за основу и в этом русле воспитывать, в первую очередь, самих себя и своих детей и будущие поколения. Спасибо вам большое. Я хочу, чтобы все вы были услышаны про саламу. Прошу вас тоже. Вообще, буддизм и гражданское общество, это как-то... Ну, в общем, это можно сказать, как это гражданское общество, да. Это вот дружеские отношения. Да, вот. Дружеские отношения, уважение, да. Вот, как мы здесь работаем с ними, очень как уважение к местным, национальным вот этим, уважаем здесь якутские мероприятия. А насчет любви, это вот уважение, вот сострадание друг к другу. Ну, любовь для меня вот в данном контексте самое главное слово, которое и создает основу этого самого, вот, ну, если говорить уж так, общество, да, вот, народа, если хотите, любого объединения. Любовь. Любовь эта должна исходить из души, от всего сердца. И нету сравнения. Нет. Не надо сравнивать, что какой человек, какой ценно-национальность, какой вероисповедание. В буддизме так сказано. Ведь главное, чтобы человек был хороший, и отношение к нему было хорошее. И так же тебе будет относиться так же, с уважением. Я могу дополнить, да, вот, как раз таки вот говорят, да, о любви, о вере. Ведь, на самом деле, конфессии, они вносят очень большой вклад в укрепление межнациональных отношений. Вот тот же самый буддизм, да, ведь не только представители бурятской национальности исповедуют. Это и алтайцы, это и монголы, да, в исламе тоже, да, Тыва, в русскую православную церковь многие. И вот как раз таки пропагандирование вот этих простых ценностей, да, человеческих. Как вы уже говорили, любовь, доброта, ведь она идет тоже от веры и от взаимодействия с конфессиями. Вот наша-то задача как раз построить вот этот мир дружбы и согласия между народами. Меньше минуты, Сардан Михайловна, все-таки надо с вами заканчивать. Открытость министерства. Вот скажите просто, что министерство открыто для всех. Уже времени больше не остается. Поддерживаем, Владимир. Министерство наше открытое. Мы находимся по адресу город Якутск, проспект Ленина, 22, 2-й, 6-й этажи. Поэтому любое время наши двери открыты. Пожалуйста, приходите в гости. Спасибо, спасибо. С вами была программа «Считаю важным». Я считаю важным этот разговор. А вам всего доброго и уверенности в завтрашнем дне. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok